8.00 в столице Казахстана. Время новостей на канале Хабар 24. С вами Арстан Балтин. Здравствуйте. Повысить тариф на свои услуги просят столичные теплосети. В заявке «Астана Теплотранзит» предлагается с июля увеличить тариф на транспортировку тепла на 103%, то есть больше, чем в два раза. Какие расходы закладывает монополист в эту сумму, узнавала моя коллега Ботогос Базарбаева. Сейчас жители столицы платят за гигакалорию чуть больше 1200 тенге. Эту планку местные антимонопольщики утвердили три года назад. Тепловики просят ее поднять как минимум вдвое, объясняя, что деньги нужны на ремонт сетей. По их расчетам не меньше двух миллиардов тенге. Мы увеличиваем как количество мероприятий, то есть дополнительно добавляем три мероприятия новых, так и увеличиваем протяженность самих теплотрасс на 516 метров. На сегодняшний день средняя зарплата наших работников составляет 293 тысячи тенге. Мы предполагаем увеличение до средней отраслевой, по данным статистики, до 400 тысяч тенге. То есть это позволяет нам решать многие проблемы, стоящие перед нами, в частности высокую текучесть кадров, то есть отсутствие квалифицированного персонала. После аварии в ряде региональных ТЭЦ минувшей зимой требования столичных тепловиков небезосновательны, считает международный эксперт по тарифам Асхад Жабсарбай. Растущий износ сетей, а в столице этот показатель составил 55%, снижает качество тепла. Тем не менее, по словам эксперта, резкое повышение ударит по карманам горожан. Если эта заявка включает в себя такие затраты, как увеличение заработной платы производственного персонала, что в том числе является и социальной поддержкой населения, если это включает дополнительные ремонтные работы, инвестиционные программы, которые включают мероприятия по капитальному ремонту сетей, я считаю, что это обоснованно. Если мы понимаем, что неизбежно повышение тарифов, то необходимо рассматривать такие варианты, как развитие системы дифференцирования тарифов. То есть, если мы понимаем, что у нас есть социально уязвимые слои населения, то, соответственно, для них, конечно, тарифы не должны расти. Заявку на новый тариф монополист внес и платежи по льготному займу в 53 миллиарда тенге. В этом году по кредитной программе Нурлужжол предприятие должно было выплатить около полутора миллиарда тенге. Между тем, условия займа удалось изменить, а сроки погашения отодвинуть. Это учли и в Департаменте по регулированию естественных монополий, где уже приняли решение по заявке. Повышение связано с дополнительными инвестициями для ремонта и реконструкции тепловых сетей, увеличением заработной платы до среднестатистического уровня в отрасли, увеличением расходов на содержание сетей, переданных на баланс местным исполнительным органам. На сегодня можно уже уверенно сказать, что рост тариф на услуги по передаче и распределению тепловой энергии не превысит 20%. Стоит отметить, что теплоснабжающее предприятие рассчитывало на утверждение тарифа с ростом 30-35%. Теперь отдельные статьи расходов придется сокращать, либо выходить с новой заявкой. Такое право по закону у монополиста есть. Между тем, до 100% довести показатель заасфальтированных дорог до конца года планируют власти города Ахсай, что в Западно-Казахстанской области. В этом году там намерены построить 30 километров дорожного полотна. На эти цели предусмотрено свыше 3 миллиардов тенге. По словам местных властей, комплексная модернизация инфраструктуры коснется ряда микрорайонов моногорода. Не пройти, не проехать. Но местные жители только рады временным неудобствам. В межсезонье дороги здесь превращались в сплошное месиво. Асфальт в 7, 9 и 11 микрорайонах укладывают впервые. Там же в этом году обновят и освещение. Стоимость проекта 611 миллионов тенге. Раньше здесь была постоянно грязь. Машины не могли проехать. Сейчас все по-другому. Наш микрорайон преобразился. Постелили асфальт, установили фонари. И даже детей стало больше, потому что им есть где играть. Строительство дорог в этих компактных микрорайонах должны завершить в сентябре. Однако подрядчик заверил, что закончит объект уже к концу июля. Все необходимые строительные материалы он уже заготовил зимой. Объект переходящий. Это мы начали в прошлом году. Но мы могли бы в прошлом году больше работы делать. Но в связи с битумом был проблем. Не только здесь, но и по республике там. Не могли бы мы там завершить эту работу. Это все микрорайоны. Общая протяженность свыше 15 километров. Сегодня 99% все основания готовы. И начали мы асфальт. В Аксайе по программе развития регионов в этом году отремонтируют 30 километров дорог. На эти цели предусмотрено свыше трех миллиардов тенге. Два проекта у нас в южной части города находится тоже микрорайон. В простонародье говорят Шанхай. Там 14 улиц. От улицы Балашах до Абая 14 улиц. Вот это 14 улиц. Реконструкция уже мы ПСД разработали. Сейчас в данный момент проходим экспертизу. И в этих микрорайонах 7, 9, 11, 12, 13, строительный 4 и Казалтал. Тоже реконструкция будет. ПСД разработано. Не секрет, что Западно-Казахстанская область – аутсайдер среди регионов страны по качеству трасс. На сегодня решению этих проблем местные власти уделяют особое внимание. В этом году на строительство дорог выделено 73 миллиарда тенге, из которых 36 направлены на дороги местного значения. А это значит, что существенно улучшится состояние улиц райцентров и поселков области. Альбина Кумыргалева, Канат Махмутов, Ильдар Аюпов, Хабар-24, Западно-Казахстанская область. Ну а сейчас в Кустанайскую область. Там в благоустройство сел вкладываются предприниматели. Деньги направляют на ремонт школ, медицинских пунктов и дорог. Также при спонсорской поддержке строят водопроводы и дома. На эти цели фермер из Новопокровки в этом году выделил 200 миллионов тенге. О том, как социальная ответственность бизнеса влияет на жизнь сельчан в нашем материале. Это центральная улица Новопокровки. Её не ремонтировали больше 30 лет. Приводить в порядок начали только в этом году. На это из бюджета выделено 92 миллиона тенге. Ещё километр поселковой дороги отремонтируют за счёт местного хозяйства. Очень хорошие изменения произошли. Вот по сравнению с теми годами. Сейчас вообще, да. Вот так посёлок благоустраивается. В развитие Новопокровки бизнес ежегодно вкладывает по 70 миллионов тенге. В этом году сумма увеличена втрое. Помимо дороги, деньги пойдут на строительство разводящих водопроводных сетей и трёх домов для дефицитных специалистов. Здесь ждут агрономов, ветеринаров и механизаторов. Молодым специалистам мы предоставляем подъёмное и жильё. Его строит наше фермерское хозяйство за свой счёт. Это будут современные дома с газгольдерами. В этом году ещё начинаем тянуть водопровод. Медицинская помощь для жителей Новопокровки уже стала намного комфортнее. Сельский ФАП переехал в новое здание. В его строительство бизнес вложил 40 миллионов тенге. Почти столько же ушло на ремонт дома культуры, строительство бани и оснащение школы спортивным инвентарём. Развивается наш посёлок. Асфальт ложат у нас потихоньку. Здесь работы каждому хватает. Единственное, что вода. В нашем посёлке нет воды. Пока в посёлке вода привозная. В ближайшие два года здесь обещают центральный водопровод. Строительство основной магистрали в 27 километров профинансирует бюджет. Разводящие сети на себя взял бизнес. Предусматривается 440 миллионов тенге. В этом году нам дали только на начало реализации данного проекта. Руководитель хозяйства предложил произвести работы по развязке. Вплоть до домов будет прокладывать у себя. За счёт собственных средств. В этом году в Узумкольском районе реализовывают 4 проекта по водоснабжению. С их вводом количество населения, обеспеченного качественной питьевой водой, здесь увеличится с 60 до 95%. Наталья Строкова, Ермик Мухмедьяров, Кустанайская область, Хабар, 24. Вы смотрите утренний выпуск новостей. С вами Арстан Балтин. Мы в прямом эфире. В Швеции погиб один человек в результате аварии на аттракционе. Ещё 9 получили травмы различной степени. Инцидент произошёл в Стокгольмском парке развлечений. Там сошёл с рельсов вагон из аттракциона «Американские горки». По предварительной информации, механизм на карусели вышел из-под контроля. Вагон застрял на высоте, и из него начали выпадать пассажиры. Некоторые из них застряли на вершине горки. И чтобы снять людей, вызвали пожарных. После аварии парк развлечений закрыли, аттракцион отправили на реконструкцию. Полиция возбудила уголовное дело. Ну а сейчас перенесёмся в столицу Судана. Там продолжаются ожесточённые бои. Ранее в стране объявляли трёхдневное перемирие. Срок прекращения огня, который заключили при посредничестве США и Саудовской Аравии, закончился. Теперь в Хартуме с новой силой ведутся ожесточённые конфликты между военными силами. А Совет Безопасности ООН призывает их к прекращению боевых действий в Судане и защите гражданского населения. В Греции консервативная партия «Новая демократия» победила на повторных парламентских выборах. Она набрала 40,5% голосов и опередила главного соперника – коалицию левых радикалов «Сиризу» почти на 23 пункта. Лидер правоцентристов Кириакос Мицотакис уже сегодня получит мандат на формирование правительства и будет приведён к присяге в качестве нового премьер-министра Греции. Это были вторые выборы за пять недель. В мае выигравшая в первом туре партия «Новая демократия» отказалась формировать коалиционное правительство. Её лидеры заявили, что намерены добиваться только однопартийного. Нынешние выборы стали одними из самых масштабных за последние годы. В них участвовали 32 политические партии. Сегодня мы будем наслаждаться нашей победой, но завтра мы снова засучим рукава и начнём вместе строить сильную Грецию. Ещё раз спасибо за оказанную честь. Завтра наступит лучший день для всех нас. Сильнейшая за 70 лет засуха на Панамском канале привела к росту стоимости международных перевозок. В этом году в большинстве стран Латинской Америки, включая Панаму, наблюдается длительный жаркий сезон с наименьшим количеством осадков. В результате уровень воды в канале значительно снизился, внуждая компании сократить объёмы перевозимого груза на 40%. Инсайдеры отрасли сообщают, ряд судоходных компаний уже повысили стоимость перевозки одного контейнера с 300 до 500 долларов США. В свою очередь это привело к росту международных цен на сырьё. Метеорологический департамент Панамы полагает, что засуха продлится как минимум до 2024 года. Мы продолжаем. В Китае введена в эксплуатацию первая фаза крупнейшей в мире гидросолнечной электростанции. Она расположена в провинции Сычуань на высоте 4,5 километра, что делает её самой высокогорной станцией. С годовой выработкой энергии в 2 миллиарда киловатт-часов. Станция способна обеспечить электроэнергией 700 тысяч домохозяйств. Стоимость проекта не сообщается. Я напомню, самая крупная ГЭС в мире также является детищем китайских инженеров. Гидроэлектростанция «Три ущелья» на реке Янзи. Рекорд 111 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. А во французском авиакосмическом салоне представили скафандр нового поколения. Он на 34 килограмма легче современных снаряжений для астронавтов. Костюм разработан таким образом, чтобы соответствовать практически любому типу телосложения в соответствии с требованиями НАСА. Он состоит из 18 тысяч деталей, что в свою очередь создает широкий диапазон движений. Новую модель скафандра планируют использовать на Международной космической станции в 2026 году. Технологии продвинулись вперед, и костюмы изменились. Сегодня скафандры являются модульными. Все астронавты проходят обучение по их сборке. Этот скафандр отличается повышенной мобильностью и дополнительной защитой от возможных опасностей. Кроме того, он может выдерживать температуры от минус 173 градусов по Цельсию до плюс 60. На юго-западе Китая царит впечатляющий бум бабочек. Он наблюдается в регионе летом каждого года. За короткий период из куколок вылетают десятки миллионов бабочек. Они появляются группами в лесах, вдоль ручьев и тропинок. По словам специалистов, в этом году бум начался почти на месяц позже, чем в прошлом. Причина – засуха. Для их размножения требуются подходящие температура и влажность. Пик сезона продлится до конца августа. В это время в регионе обитают до 1300 видов бабочек. Некоторые из них не имеют аналогов в мире. К этой минуте все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Вам хорошего дня. Берегите себя. Увидимся обязательно.